Всем привет! Сегодня мы будем менять батарейку биоса. Вот в таком ноутбуке Hewlett Packard. Достаточно старенький ноутбук. Моделька у нас Compact 6720S. Ну и как обычно для ноутбуков сделать это совсем непросто. Что нам нужно? Переворачиваем, отключаем, убираем батарею и откручиваем все винтики, которые мы только здесь видим. Достаем сразу жесткий диск. Вот там у нас спрятался еще один винтик, который тоже нужно будет выкрутить. Как обычно запоминаем длину наших винтиков, потому что длина может быть абсолютно разной. Для его разбора нам нужна будет насадка T9. Достаем привод. Здесь у нас мелкий крестик. А вот здесь уже идут подлиннее винтики, потому что здесь у нас петли на крышку. Проверяем, чтобы все винтики у нас были откручены. Теперь снимаем вот эту крышечку. Отщелкивается она со стороны монитора. Вот здесь есть защелки. Мы их освобождаем. Вот с одной стороны я освободил. Делаем очень аккуратно. И вот так на себя немножко отводим, чтобы не поломать эти защелки. Если мы начнем открывать отсюда, вот с этой стороны, как я видел в одном из видео на YouTube, то мы обязательно поломаем вот эти крепления. И потом у нас здесь оно не будет хорошо держаться, будет отходить. Теперь нужно снять клавиатуру. Вот таким образом. Она у нас тут приклеена на двухстороннем скотче. Поэтому нужно немного приложить усилие и ее повторовать. Отключаем. Заодно отключим кнопочки. Отключаем антенки от Wi-Fi модуля. Запоминаем где какая. Но здесь, кстати, что хорошо. Вот белый подписан циферка 2. И на модуле тоже это вторая антенка. Тоже там цифра 2. Вот видите циферка 2. И на самом проводе тоже мы видим цифру 2. На черном соответственно цифра 1. Вот эти проводочки. И мы их вытаскиваем. Один и второй. Заодно отключаем разъем. У нас динамик. Отключаем дисплей. Выводим проводочки. И откручиваем петли. Прежде чем вытаскивать монитор, нужно снять вот эту маленькую платку. Чтобы она держится на одной защелочке. Убираем в сторону. Всё. Мы отключили наш дисплей. И убираем его в сторону. Теперь стало намного удобней с ним работать. Откручиваем остальные винтики. И теперь мы можем снять вот эту нашу верхнюю крышечку. Делайте это аккуратно. Помните, что под тачпадом у нас есть шлейфик. Который лучше не отрывать. Всё. Убираем крышку верхнюю. И видим нашу плату. Как видим, батарейки здесь нет. Значит, она с обратной стороны. Откручиваем плату. Винтики белого цвета. Цвет винтиков тоже запоминайте. Здесь маленькие, уже крестовые. Всё. Мы достали плату. Ура! И вот наша батарейка. Как видите, чтобы до неё добраться, нужно разобрать буквально весь ноутбук. Батарейка обычная CR2032. Ничего особенного в этой батарейке нет. 3,1 вольта. Но это без нагрузки. Посмотрим, сколько показывает эта батарейка под нагрузкой. 2,7 вольта. Видите? Что, конечно же, очень и очень мало. Вставляем новенькую. Проверяем. 3,3 вольта. Даже под нагрузкой. Вот это другое дело. В принципе, всё. Осталось его собрать. Ну, заодно, раз уж я разобрал, я заменю здесь термопасту на процессоре. Ну и заодно, конечно же, почищу его всего от пыли. Да, термопаста здесь уже вся высохшая. Полностью вся высохла. Маленький нюанс. Когда будете доставать плату, вентилятор откручивать не нужно. Вентилятор у нас имеет второе крепление, которое находится под платой. До меня. Этот ноутбук тоже кто-то открывал. И повторил ту же самую ошибку. Потому что вот это крепление было отломано. Поэтому кулер болтался. Ну, я и выяснял, собственно говоря. Мне так было проще достать. Потому что крепление всё равно было выломано. Но вы должны это учесть, если будете открывать. Чтобы не сломать вот это крепление. Как кто-то сделал до меня. Крепление тут, в принципе, хорошо клеится клеем. Поэтому я его приклеил. И сейчас поставлю на место. Так, и здесь у нас ещё не работала правая кнопка на тачпаде. Давайте посмотрим, что может быть с этой кнопочкой. И видим, что кнопочки у нас на токопроводящей резинке сделаны. Сами контакты мы протираем изопропиловым спиртом. Ну, а резинки, как я и показывал в видео по ремонту пульта, немножечко потрем нулёвочкой. Здесь у нас не напыление графитовое, как в дешёвых китайских пультах. Тут нормальный слой токопроводящей резинки. Нам сильно тереть не нужно, сделать её просто матовой. В принципе, и всё. И заодно эту же. Чтобы удобно было. Видите, как я использую бутылочку из-под спирта. Вот так её оголяю. И немножко матирую. Буквально чуть-чуть. Лёгенько. Вот, чтобы она просто стала матовой. И всё. Контачить теперь будет точно. Так, ну и смотрим, проверяем правую кнопку мышки. О, всё работает. Отлично. Ну, левая, естественно, она и работала. Правая не работала вообще. Теперь работает. На этом всё. Всем пока. До новых встреч. Пишите ваши комментарии. Нужны ли вам такие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok